Девушки отдыхают Я понял Ну что же, я думаю, можно начинать Привет Учитывая ошибку в программе, думал, народу будет еще меньше Но спасибо, что пришли Меня зовут Саша Васильев, я из компании ITV Компания занимается разработкой систем видеонаблюдения Я хочу вам рассказать об особенностях тестирования и проблемах, которые возникают Немножко обо мне Я в тестирование попал не очень традиционным образом из химии Но, тем не менее, успешно этим занимаюсь Значит, план будет такой Сначала обосную, почему вообще это интересно, может быть Затем разъясню чуть-чуть, что же такое видеонаблюдение Потому что я полагаю, что с видеонаблюдением далеко не каждый сталкивался Давайте выясним, сколько людей Ну, все-таки есть Но, тем не менее Мы затем и перейдем к особенностям таких систем В общем и нашей в частности Особенностям разработки Каким проблемам это приводит и как мы их решаем Актуальность темы, я считаю, обосновывается следующим образом В конференциях Esquad Days очень много докладов про менеджмент, про тест, тайм, тим-менеджмент Про то, как с молодыми тестерами работать и все такое прочее Кроме того, почти все тестирование, которое нам рассказывают Это про мобильные приложения, веб-сервисы, облачные В общем, это сейчас тренд И кроме того, естественно, в основном везде применяется автоматизация В отличие от нас Почему? Расскажу позже Меньше докладов про десктопные приложения, стендалон И про ручное тестирование, о котором и пойдет речь И совсем я не помню докладов про тестирование видеонаблюдения Непосредственно Что же такое видеонаблюдение? Ну, естественно, в первую очередь это камеры И самые ранние камеры это аналоговые, которые по коаксиальному кабелю Антенному передают сигнал куда-то Куда? На специальный видеорегистратор Который может либо сам записывать этот аналоговый сигнал Например, на кассету Либо, что гораздо чаще происходит, он его оцифровывает И передает дальше конечным пользователям По локальным сетям Обычным IP-сетям Сейчас современные камеры Они подключаются непосредственно в IP-сети Что все упрощает И внутри таких сетей Может находиться некий промежуточный видеосервер Который может накапливать видеоинформацию Или анализировать ее И так далее В последнее время Системы видеонаблюдения отказываются от использования аналоговых камер И переходят к повсеместному и полному использованию всех преимуществ современных сетевых технологий Соответственно, подключение к внешним камерам Вне системы наблюдения Использование облачных хранилищ И так далее Перейдем, собственно, к тестированию В своей работе мы используем довольно-таки стандартный набор Инструментов Бактрекер — это Jira База знаний — Confluence Тесты храним в Spire-тесте Ну и, соответственно, я думаю, знакомый всем набор других инструментов Пойдем дальше Я хочу поделить особенности На особенности софта И особенности подходов к разработке И, соответственно, разделим И для начала рассмотрим особенности софта Это наши частные особенности Маленькие скелеты в шкафу И общие особенности систем видеонаблюдения В первую очередь Система видеонаблюдения требует Достаточно большого количества пререквизитов То есть, что такое пререквизит? Это некий софт, который устанавливается В операционку до установки основного приложения В нашем случае это Framework.NET Visual Series Distributable Я не нашел картинку с надписью Redistributable, поэтому здесь просто Visual C И база Postgres Для хранения Соответственно, кроме Софта, у которого есть свой Инсталлятор, который запускается нашим У нас используются также Некие сторонние технологии Которые интегрированы в софт То есть, достаточно много сторонних решений Которые нам нужно Тестировать в составе нашего Кроме сторонних решений Мы используем наши собственные Самописные в первую очередь Это так называемый драйвер пак Он обеспечивает совместимость И соединение нашего софта с камерами На данный момент интегрировано Около 180 вендоров То есть, производителей И полторы тысячи устройств И кроме драйвер пака Используется детектор пака Это некий пакет инструментов Для анализа видео и аудио То есть, видеоаналитика Это что называется Ну и кроме, опять же Вот эти решения имеют Свой собственный инсталлятор Который запускается до установки Основного софта И эти решения Опять же интегрированы Вот я их привел В основном ради Вот этой фразы С одним из них у нас есть Большие проблемы И от этого тестирование Становится интереснее Значит, кроме того, что Нам необходимо установить Много программ до Основного нашего софта Так наш сам софт Он достаточно сложен Не так сложен, как битрикс О котором нам рассказывали Не так давно Но тем не менее Это клиент-серверная Архитектура И в клиенте И в сервере Присутствует Достаточно большое количество Различных компонентов И кроме того Между клиентом и сервером Тоже у нас Воткнуты Всякие вот эти Наши Головные боли И все прочее Соответственно Такое большое количество Компонентов Приводит к большому количеству Пересечений Как вы понимаете И их приходится все Находить и тестировать Пересечения иногда Бывают совершенно неожиданные Вторая особенность Это распределенность Этой системы И работа Естественно В IP-сетях Это сейчас никого не удивишь Но тем не менее В самом простом случае Клиент и сервер Установлены на один и тот же комп Ну и соответственно Система выглядит Как монолит Это почти никогда не встречается Гораздо более частый случай Это клиент отдельно И сервер слепой Где-нибудь Либо в соседней комнате Либо на другом континенте Но это не очень важно Естественно К серверу Можем подключиться Одновременно Несколькими клиентами И разумеется Система масштабируемая Поэтому мы можем Использовать в одной системе Которую называем домен Много серверов Соответственно Уже видно Что для нормального Тестирования Покрытия всех Возможных кейсов Нам нужно Скажем так Несколько компьютеров Больше шести Очевидно Кроме того По последней версии Мы собираемся Точнее мы уже это сделали Мы можем Подключаться Одновременно К нескольким Распределенным системам И мониторить их Одновременно Что еще немножко Увеличивает Нужное количество Компов Потом расскажу Насколько это много И работа в сети Видеонаблюдение Требовательно К сетевым ресурсам Вот Здесь перевел пример Одна такая Не очень толстая камера 720p С нормальной Такой частотой кадров И в хорошем кодеке Может вы не знаете Может знаете Что такое кодек Я думаю Все знают Фильмы из интернета Смотрите Вот там они Почти все Так вот 8 мегабит В секунду Нужно Чтобы одну Такую камеру Передать Ну и кроме того Естественно Всякие Сетевые сложности НАТО ВПН Конфликт IP адресов Разумеется Неправильная настройка И Бродкаст Рассылки Мультикаст Вещание И так далее Это все Разумеется Нужно тестировать Дальше И последняя Особенность Софта Для видеонаблюдения Это уже Все такие Общие вещи Кроме Того Что камера Передает Видео Ну собственно Все понимают Что если Висит камера Где-нибудь Тут их много То она Вас покажет Оператору Кроме того Что она вас покажет Она может Еще и послушать Что вы говорите Кроме того Она может засечь Ваше передвижение Может вам что-нибудь Сказать Потому что на многих Камерах есть динамики Кроме того Она может покрутиться Вот эта вот Аббревиатура ПТЗ Она Таинственным образом Переводится Как Поворотная платформа То есть Это камера С возможностью Вращения И все Естественно Опять же повторю Что все это Нужно тестировать Далее Кроме самих камер Которые сами По себе сложные Мы тестируем Кучу разного Железа Довольно таки Уникального Это платы Видеовода То есть мы можем Все еще работать С аналоговыми камерами И в качестве Вот этого Видеорегистратора Которым я говорил Используется плата Которая втыкается В PCI И висит в компе Кроме того Те самые Видеосерверы Они тоже Интегрированы в софт И с ними мы можем работать Всякие разные Интересные Джойстики Панели для управления Поворотными камерами Это кстати Вот обычный джойстик И мы действительно Можем взять Игровой джойстик Подключить его И крутить им камеру Очень развлекает Ну и соответственно Ключи аппаратной защиты Гвардант И Мы разумеется Можем отправить Оператору СМСку о том Что кто-то Влез на завод И там хулиганит С помощью модема Соответственно Модемы тоже нужно Подключать И с ними работать Кроме того Что мы работаем Со специализированным Оборудованием Мы работаем И с обычными Компами Естественно И видеонаблюдение Это довольно-таки Ресурсоемкая вещь Кроме Собственно Показывания Видео Нам нужно его Еще анализировать То есть Детектировать движения Детектировать Различные объекты Там Сработки То все События Писать в архив Разумеется Естественно Писать события В базу Естественно В общем Много всего Естественно Это все делает Сервер видеонаблюдения Это пока коротко Я закончу Особенности софта Потом Объясню К чему все это приводит Сейчас Поговорим Об особенностях разработки Это уже конкретно Наши фишки Перейдем к первой Значит У нас Разработкой софта Руководит непосредственно Гендир Поясню Вот в обычных компаниях Я думаю У вас у всех По крайней мере Почти у всех Есть такое понятие Как спецификация У кого нету Спецификации В процессе Ну Хорошо Ладно Заменяющий Спецификацию Некий регламентирующий Документ Все равно должен быть Или нет Хорошо Вот у кого-то нет Вот у нас тоже Значит Когда спецификация Есть Есть специальный Человек ПМ Который собирает Требования Ну или не ПМ Или аналитик Он называется По-разному У нас это был ПМ Он на основе Требований Генерирует Спецификацию Соответственно Затем Берется спецификация Сажается в центр Разработчик По спеке Пишет софт Тест-дизайнер По спеке Пишет Некий тест-план И затем Обычный тестировщик Берет тест-план Берет спеку Берет софт И видит Что нифига Не соответствует Ничего-ничему И заводит баги Значит У нас все устроено Проще гораздо Это удобно Но не для нас Значит У нас есть главный Вместо ПМ Потому что ПМов он устранил Ну потому что Это во-первых Ресурсы Во-вторых Время уходит На формирование Спеки И все такое Что он тоже Собирает требования Устные Письменные Какие хочет И после этого Транслирует Эти требования Непосредственно Разработчику Тестировщик Остается За рамками Процесса Ну на самом деле Это не так Естественно Все-таки У нас не все так плохо Но в утрированном виде Все выглядит вот так И вы понимаете Что это не облегчает Нам работу И вторая особенность Мы не проектная компания Мы работаем сами на себя Мы сами ставим себе требования Ну почти Когда появляется крупный заказчик Мы волшебным образом Превращаемся в проектную компанию Тут же Индивидуальная разработка То есть мы По первому требованию Внедряем в релиз кандидат Новые фичи Внеочередные тестирования И так далее Естественно Индивидуальный подход К сопровождению Чинимся на объектах Это очень часто Внедряем кастомные модули Которые еще не попали в сборку Направляем тестеров на объекты Вот я например В Аргентину слетал Уже два раза благодаря этому Хотя мне при поступлении на работу Но начальник сказал Который вот в зале присутствует Что Тестировщики Никогда у нас в коммунтировке Не ездят Готов ли ты к этому Это плохо Но это факт Ну я сказал Да готов Грустно конечно Ну и буквально прошло Два года И я полетел в Аргентину Причем Мне за два дня до отлета Сказали об этом Ну потому что Очень срочный проект Надо срочно Инженер То все Ну в общем понятно Какие сложности тестирования У нас возникают Из-за вот этих вот особенностей Я их привел здесь Их семь Ну вот если вы их не успели прочитать То вот на этой вот простой схеме Слева сложности Справа особенности О которых я уже говорил И вот довольно простая схема Что к чему приводит Но разберем подробнее Значит Первая особенность У нас нет Сложность У нас нет автоматизации У нас Полностью ручное тестирование Значит Ну Для вас наверное Это звучит не очень круто И дико более-менее Ну во-первых Кадровая политика Мы тестеров принимаем на работу Со студенческой скамьи Вообще не требуем Никаких навыков Программирования Главное чтобы был Сообразительный чувак Который всему может научиться Кроме того у нас просто Нет времени На написание Спровождение автотестов Об этом я поговорю Позже Это вот скорее Относится к техническим причинам Но все-таки Автоматизация В каком-то виде у нас есть Мы разработали Ну некий Веб-сервис Который публикует Сборки Для того чтобы Разъяренные заказчики Могли получить Свои фикс Прямо сейчас А не через месяц Когда релиз будет Ну соответственно Мы собираем метрики Скорость тестирования Все это вообще Больная тема Отдельная Но тем не менее Мы собираем метрики Автоматически Напомню Что Софт у нас сложный После битрикс Конечно тяжело Об этом говорить Но тем не менее Он сложный Соответственно Пересечений у нас много Самое главное Что Вот здесь написано Что архитектура сложная Она не сколько сложная Насколько неправильная Она Создана Создавалась С ошибками Поэтому К чему это приводит К тому что Написать автотесты Просто требует Очень много времени Просто написать И нужен крутой мужик Программист Который не будет Заниматься этим Он скорее скажет Не ребята Я лучше поразрабатываю Чем вам писать автотесты Соответственно Их сопровождать потом Тоже очень дорого Ну вот собственно Резюмируя Причины Отсутствия автоматизации Значит Вторая причина Очень сложно Автоматизировать Работу С Всякими Сложными Железками Уникальными Ну то есть Нам нужно Воткнуть в комп Плату видеовода Протестировать Потом вынуть Посмотреть Что будет Это можно Автоматизировать Я не спорю Можно в принципе Писать автотесты Не покрывая Эти вот кейсы Но Тем не менее Их много И Дешевле не писать Автотесты Ну и кроме того Из-за того Что я уже говорил Главный руководит разработкой Он в любой момент Меняет все Ну не то чтобы требования А просто интерфейсы Вот ему кажется Что вот Вот здесь вот нужно Поменять программный интерфейс Соединение клиента с сервером Потому что Ну так будет лучше Он вот тут же меняет Коммитит Все Сборка собирается Ну вы понимаете Автотест после этого Зафейлится И мы даже не будем знать Почему Хотя на работу приложения Это вообще-то не повлияет Если он все правильно сделает Ну Отрефакторил интерфейсы Хорошо А спек у нас нет Я напоминаю Ну вот Как мы решаем Отсутствие автоматизации Ну во-первых Мы Для себя решили Я надеюсь Что вы нам поверите Что автоматизация Это не панацея И не самоцель Можно обойтись И без нее И даже лучше будет Времени мы сэкономим Хотя вот Наши разработчики Они говорят Что нам бы неплохо Все автоматизировать Но мы пока отбиваемся На самом деле Не то чтобы отбиваемся Мы Естественно Имея отлаженное Ручное тестирование Постепенно Обучаем автотестера Внутри нашего отдела То есть Мы идем Не от крутого программиста Который приходит Разбирается в программе И пишет тесты А от крутого тестера Который уже давно Работает софтом Он знает про него все И постепенно знает все больше Качает навыки разработки И начинает постепенно Потихонечку писать тестики Сначала простые Потом сложнее Мы вот сейчас На самой начальной фазе То есть автотесты у нас будут Так что мы будем как все Но пока нет Значит дальше У нас непредсказуемый срок стабилизации Об этом говорили Вот на предыдущем докладе В этой аудитории Например Очень прям Слово в слово Как у нас В первую очередь Из-за Как я уже говорил Ошибок в архитектуре У нас при Отправлении Какого-нибудь блокера В одном углу Приложения Совершенно неожиданно Отваливается Все в другом углу И причем Починка К сугубо серверной части Может привести к каким-то проблемам С отображением в клиенте Например в OpenGL Это Невероятные баги Но они бывают Поэтому Когда такой баг вылезает Мы никогда не можем предсказать Сколько времени идет на его починку И соответственно на Перетестирование Ну и так далее И далее Так как мы Как я уже говорил Почти непроектная организация В любой момент В релиз кандидат Мы уже готовимся выпускать релиз И тут прибегают Там менеджеры Или Главные И говорят Ой-ой-ой Сейчас вот Нам надо срочно Вот мы уже вообще-то Все запрогали уже Еще вчера на коленке Сейчас мы вот уже закомитили Сейчас сборка соберется Там вот новая фича Она ничего не поломает Все будет хорошо Ну вы понимаете Вот К чему это приводит Вот К четвертой итерации Здесь число багов Такое приведенное Мы к четвертой итерации Уже думаем Что ну Ништяк Сейчас будем выпускать И Вот где-то здесь Новая фича Мы получаем блокеров Больше чем было В самом начале Мы потом сводимся Конечно Как-то Но тем не менее Итерация во-первых В два раза больше Чем могло бы быть И во-вторых Багов в два раза больше Естественно Прогнозировать мы не можем Что мы делаем Ну Разумеется Когда врал Мы можем привлечь Тестеров из других групп У нас несколько продуктов Поэтому У нас есть Несколько групп Тестирования Мы соответственно Срочно-срочно Переманиваем Переводим На тестирование Самых критичных Моментов Ну и в ответ На отсутствие Сроков разработки Так как у нас нет СПЕК Да я уже говорил У нас нет Четких сроков Разработки Соответственно Мы отвечаем Отсутствием Четких сроков Стабилизации То есть мы не говорим Мы называем Какие-то даты релиза Но они очень приблизительны и, в принципе, сдвигаются. Это плохо, разумеется. Система шлюзов нам очень помогла, но она в нашем случае просто не внедрится. Потому что это дорого, много времени, и лучше мы новых фич наклепаем. Кроме того, у нас нет удаленного тестирования. Здесь причины примерно те же самые, что и с автоматизацией. У нас все тестеры приходят на работу, садятся в офис и там тестируют. Никто из дома не может этого делать. Чуть-чуть другая причина. Во-первых, как я уже говорил, видеонаблюдение требовательно к сети. Соответственно, если вы дома установите клиентскую часть и подключитесь к серверу, подключите туда несколько камер, и все, у вас интернет-канал весь забьется, и вы ничего не сможете увидеть. Протестировать это, опять же, не невозможно, но тяжело и не нужно. Ну и кроме того, опять же, как и с автоматизацией, подключить удаленно железку в компьютер довольно трудно. Руки нужны очень длинные для этого. Ну или специально обученный человек в офисе, который будет этим заниматься. Но тут, в общем, для нас проще работать всем вместе, потому что у нас очень хороший коллектив, как у вас у всех, естественно. Но, может быть, как не у всех, у нас очень лояльное руководство, всегда можно отпроситься, прийти пораньше, уйти попозже. Ну вы понимаете. Значит, дальше. Нехватка аппаратных ресурсов. Вот это самая, наверное, такая больная тема. Во-первых, у нас просто может не быть компов для того, чтобы сделать адекватную нагрузку. Сейчас поясню, почему. И опять же, из-за той же самой причины мы часто не можем воспроизвести просто конфигурацию, которая потом будет работать у клиента. Почему? Потому что вот, например, как в том же Битриксе. Вот как устроен Битрикс. Вся мощность на стороне производителя. То есть у них есть там дата-центр или там в Амазоне виртуалки. И есть клиентики с ноутбукчиками, телефончиками, которые подключаются и пользуются сервисом. Соответственно, на этой же системе все тестируют, там вся нагрузка, все хорошо. Значит, у нас не совсем так. Клиент накупил железяк, 50-100 серверов, объединил все в систему, установил софт, подключил тысячу камер. А у нас Core 2 Duo у тестеров, например. Ну, сейчас не Core 2 Duo, но так было еще 3 года назад. Невозможно. Значит, да, я вот расширю немножко, что как устроено. Для 15 камер, таких же, как я уже говорил, с архивом всего 2 недели, видеоархив. Ну, естественно, если вдруг что-то случилось, надо посмотреть, что там было. Можно обойтись обычным таким компом. Ну, современным, естественно, одним. Он будет загружен всего на 50%, но сеть нужна уже больше 100 мегабит. А самое главное, это что для такого видеоархива потребуется почти 20 терабайт дискового пространства. Это тоже не проблема, конечно, столько дисков накупить. Но это всего лишь 15 камер. А у пользователей вот так вот. У них не 15 камер. Ну, соответственно, мы такую конфигурацию у себя дома в офисе собрать просто не можем физически никогда. Потому что, ладно, даже если мы соберем вот такую, что вообще-то невозможно, тут же появится чувак, у которого их 10 тысяч. Мы не можем собрать такую конфигурацию и протестировать ее заранее. Поэтому мы пытаемся, где можем, использовать виртуализацию, но от этого могут прибавиться количество компов, но не может прибавиться количество гигагерц и терабайт и всего прочего. Ну и нам приходится всегда верить в то, что то, что мы протестировали на 5 компах, будет работать на 50 так же. Обычно это не срабатывает, но мы все равно верим. Значит, дальше. Похожая проблема – отсутствие спецоборудования. Но здесь все просто и банально. То есть вот клиент купил какие-то сверхстранные железки, которые интегрировались у нас там 3 года назад, их с производства уже сняли, и тут у него с ними проблема, и нам нужно ее локализовать. Железки достать невозможно уже. Все, они сняты с производства, с поддержки, в офисе их нет. А клиент говорит, нет, я вам удаленный доступ не дам, и все, идите нафиг. Ну и все, мы не можем не предсказать. Такой баг, в смысле, заранее его предвидеть, не воспроизвести. Проблема. Значит, ну опять же, мы пытаемся эмулировать то, что можно. Некоторые железки можно эмулировать программно, но совсем далеко не все. Ну и опять же, если дают, мы отлаживаемся и чиним баги на объекте. Я уже говорил об этом. Но иногда не дают. Дальше. У нас нет спецификации, я уже говорил. Почему нет? Почему я, наверное, не говорил? Ну, их просто отменили. Ну, соответственно, мы не можем писать тест-планы. Часто баги закрываются как байдизайн, просто потому что, ну, сегодня другое настроение. Ну, вчера казалось, что так лучше, а сейчас, да нет, неудобно. Ну и, соответственно, у нас фичи сносятся с версии на версию в обе стороны. То есть, ладно, их откладывают подальше, это нормально. А когда их переносят с никогда на прямо сейчас, это затруднительно. Значит, причины понятны. Это я уже называл. Значит, ну, как мы решаем это? Ну, как можем? Пытаемся, пишем запросы в жире, чтобы все хоть как-то формализовать, чтобы у нас была какая-то замена спеки, чтобы можно было сослаться, а вот вы нам там, Влада, что писали. Ну, это не помогает, конечно, но тем не менее. Ну и, соответственно, мы наседаем на уши разработки. У нас очень такое неформальное общение. Мы всегда можем прийти к любому из разработчиков, поговорить с ним за жизнью и так далее. В общем, что-то узнать о продукте. Как-то заменяем себе отсутствие спек. И последняя проблема. У нас регулярно случаются абсолютно непредсказуемые скачки требуемых ресурсов. То есть редко бывает такое, что мы сидим и ничего не делаем, но вот на моей памяти бывало. И тогда приходится придумывать какие-то задачи очень нужные, важные на с потолка и очень быстро, потому что ребята сидят и делать нечего решительно, потому что какой-нибудь блокер адский, и все встало. А на следующий день блокер починили, еще две фичи походу интегрировали, и все, мы пипец, нужно в 10 раз больше людей. Более-менее непонятно, я думаю. Значит, причины вот они. Соответственно, как мы решаем? Я же говорил, что мы можем привлечь тестеров из другой группы, но мы можем привлечь их и из другого отдела департамента. То есть привлечь поддержку в тестировании или, не знаю, технический консалтинг в тестировании и так далее. И мы это делаем, естественно. Ну и в ответ на гибкое планирование разработки мы гибко планируем работу Коа. То есть нету никаких четких сроков, ни Коу, ни Waterfall. Agile у нас тоже такой. Ну не Agile, в общем. Перейдем к неким выводам. Вот те проблемы, которые я перечислил, семь штук, можно разделить на две такие группы условно. Проблемы, которые на нас наваливаются снаружи, и проблемы, которые у нас возникают внутри отдела Коа. Значит, вот тут все такие умные слова про адаптироваться к текущей модели. Да, в целом решение проблем вне Коа мы можем свести к тому, что мы гибко адаптируемся к тому, что нас окружает, приспосабливаемся и стараемся делать свою работу хорошо. И, в общем, у нас это получается. Очень такое спортивное у нас тестирование. Почему так происходит? Откуда вот это все берется? В основном, я верю в то, что мне рассказывали, что это обосновано экономически. Сам я не экономист. Но вот индивидуальный подход к разработке и тестированию это экономически обосновано на данном этапе. Ну, мы им верим и приспосабливаемся. К проблемам внутри отдела контроля качества. Ну, вот они, отсутствие железяк разнообразных и отсутствие автоматизации удаленки. Ну, фикс не с автоматизацией удаленкой. Удаленка вообще ладно. У нас все довольны, приезжают в офис. У нас там хорошо, природа вокруг. С автоматизацией я говорил, мы постепенно все-таки ее внедрим. Но это будет тяжело и больно, потому что если архитектуру не переписывать, будет нам тяжело. Ну и, соответственно, с отсутствием ресурсов железных. Ну, мы постепенно закупаем новые компы, но мы всегда отстаем. Я говорил, у клиента всегда может быть больше и будет больше железа, чем у нас. Ну, поэтому мы можем только догонять. Отсутствие разнообразных хитрых железяк, их никак не скомпенсируешь, поэтому просто у нас есть куча задач, которые лежат в саспенде, в ожидании прихода какой-нибудь железки, которая уже 5 лет назад с не таз производства. Мы их регулярно закрываем. Но с этим бороться тяжело. Тем не менее, тестирование у нас в компании это один из самых дисциплинированных отделов. Ну, я понятно, я хвалю свое болото, но тем не менее. У нас все очень четко построено, несмотря на абсолютно нечеткое окружение. Мы успешно работаем, у нас ничего не тонет, как вот в предыдущем докладе. Наша байдарка пока плывет и, в общем, успешно продолжает это делать. Ну, надеюсь, что из моего доклада вы почерпнули какую-нибудь интересную, как минимум информацию, может быть, полезную. Связаться со мной можно вот так вот, или просто подойти, поговорить про видеонаблюдение, и про химию, например, можно и про тестирование. Всем спасибо. Перейдем к вопросам. Привет. Вопрос такой возник. Собственно, как тестирует система видеонаблюдения? Да-да-да. Я знал. Про проблемы, все дела, какие кейсы там проверяются и так далее. Ну, разумеется, я говорил, что видеонаблюдение — это не только видео, но в первую очередь это видео. Соответственно, проверяется отображение видео с различными кодеками. Что такое кодек, вы знаете, да? Ну, вот. Различные кодеки, различные там FPS, то, что называется. В общем, в различных условиях отображения видео, запись, видеоархив и воспроизведение оттуда, и детектирование. Значит, ну, детектирование — это отдельная тема вообще такая большая. То есть, видеодетекция в самом простом варианте — это просто обнаружение движения. То есть, фактически сравниваются кадры последующие. Если они разные, значит, есть движения. Одинаковые нет движения. Естественно, присутствует интеллектуальная аналитика. Это вот основные такие фичи. Вот живое видео, архив и детекторы, и, соответственно, события по детекторам. И нужно проверять, как вот эти вот, ну, это такие, так сказать, атомы, минимальные кирпичики видеонаблюдения, так и, разумеется, их связки разнообразные. Потому что внутри системы видеонаблюдения существует целая такая, ну, свой микроязык программирования. Ну, то есть, система фактически if-then-else. То есть, если сработал вот этот детектор, то вот эту камеру повернуть сюда, а эту начать запись. Ну, вот это все необходимо, естественно, проверить. Плавность отображения и так далее. Так это все-таки очень субъективные вещи. Ну, например, в мире веб-разработки, там, верстку в последнее время все научились проверять, там, автоматическим сравнимением скриншотов. Вот. А тут возникает ситуация. Ну, у тебя есть изображение со старой версией, изображение с новой версией. И там поехала цветопередача. И как, что там? Это работа закрыта для дальтоников, я не знаю, или что там. Может быть, ты по-другому цвета воспринимаешь. Да, возможно. Но на самом деле с цветопередачей в видеонаблюдении особо никто не парится. Ну, там, да, черно-белая картинка же обычно бывает. Нет, черно-белая, кстати, это давно было. Сейчас все цветное работают. Сейчас цветная, крутая картинка, Full HD, даже 4К, плавненькая, все. Ну, на самом деле, вот такой баг просто никогда не является критичным. Критичным является баг, если не сработал детектор, или там, например, зафейлилась запись в архиве, или вообще не пишется, или не воспроизводится. Ну, вот такие вещи. Автоматизировать это, естественно, можно. Но, опять же, вот веб-разработка — это очень такой общий тренд. Сейчас все этим занимаются, поэтому инструментов миллион. Вот с видеонаблюдением нужно что-то изобретать, потому что это довольно-таки такая узкая, маргинальная область. И именно поэтому у нас в основном ручное тестирование. Я вот все думал, у меня спросят, почему нет автоматизации? Давай, твои аргументы, они фигня полная. Ты же рассказывал весь доклад. Мне казалось, что мои аргументы более-менее фигня. Ну, и такой еще микровопрос. Там был Меркуриал в сервере. Зачем там Меркуриал? Вот, это тоже хороший вопрос. Вот это хороший вопрос. У нас в нашем продукте такое архитектурное решение. У нас пользовательская конфигурация хранится в Меркуриале. Да-да-да. Причем там два репозитория. Локальный и распределенный вот на домен, то, что я показывал. Ну, вот такое решение. На самом деле это прикольно, потому что сейчас в последней версии мы сделали таки, наконец, мы пользуемся основной фишкой Меркуриала. Это версионность. То есть мы можем откатить конфигурацию. Вот там чуваки насоздавали камер. Не хотим больше. И откатываем. Этого не было. Вот я всю дорогу удивлялся, когда пришел на работу, что да, у нас используется система контроля версий, но она не используется как система контроля версий. Используется просто как вот XML-файлики, в которых некие свойства объектов прописаны. Ну, вот да. Естественно, у нас Меркуриал и на продакшене, ну, в смысле, для хранения кода используется. Но вот такая особенность. Меня следующее интересует. Вы можете рассказать какой-то пример из реальной жизни? Вы сказали, что у вас хорошо поставлен процесс тестирования. Когда вы зафейлились, то есть качество вашего продукта серьезно не устроило заказчика, и какие вы сделали выводы и как-то улучшили ваш процесс. То есть мне интересует реальная история, вот на примере. Спасибо. Да. У нас вот был случай, когда я в Аргентину поехал, мы обещали, с три короба установились, ничего не заработало. Ну, в смысле, была куча мелких и не очень проблем. Почти год не могли там развернуться, потому что все время все чинили, исправляли. В итоге послали меня, на месте гораздо лучше видно. Соответственно, мы после этого поняли, что наш софт к тому моменту, когда мы ставились на эту систему, абсолютно не был готов к масштабированию. То есть мы теоретически думали, что мы масштабируемся ну как угодно, потому что архитектура такая. Выяснилось, что в архитектуре куча ошибок, которые мешают масштабированию на самых разных уровнях. Начиная от системы обмена событиями, именно низкоуровневыми, и заканчивая конфигурациями. Они переполняются, утекают, падают и все. И, соответственно, после этого мы провели очень серьезное исправление. У нас теперь, ну действительно, там нас поставили на 8 серверов, на 8 всего лишь, и пипец. Теперь нас ставят на 50, и ничего. Ну, такого, как было там. Мы улучшили процесс тестирования, отвечая на вопрос. Мы стали гораздо лучше понимать, что мы упустили и как. То есть конкретные вещи, вот что нам нужно, на что обращать внимание. То есть догонку. То есть вы будете в следующих проектах уже заранее об этом думать, или вы по ситуации смотрите? То есть на месте разберемся там? Нет, на месте разберемся, это наша основная политика, не наша КОА. Потому что руководство считает, что отлаживаться на объекте гораздо эффективнее во всех смыслах, чем предупреждать баги. Потому что мы никогда не знаем, какие баги вылезут на конкретном большом объекте. Лучше вот они там вылезут, а мы их убедим, что сейчас мы быстро все починим, все будет хорошо. А вы как отдел тестирования, то есть вы не набираете этот опыт, когда вы можете прийти с некими историческими данными к вашему Гендиру, сказать, вот смотри, а может быть нам здесь пора поработать, подумать, что-то улучшить, потому что это дорого. Ну то есть мне просто интересно, действительно ли делается такой анализ, или у вас все интуитивно? Нет, мы делаем, конечно, и приходим регулярно и показываем, что вот. Он говорит, ну, мы же вот эту проблему преодолели, такого же больше не повторится. Молодцы, все, идите. Ну то есть, тем не менее, вот есть убежденность, что отладиться на объекте это всегда эффективнее, чем круто сделать тестирование до и поставиться без проблем. В принципе, учитывая текущую, так сказать, ситуацию, у нас действительно не так много ресурсов, чтобы действительно предупредить все возможные проблемы на крупных объектах, и это понимают все. Но нет возможности, грубо говоря, закупить компов, если уж прям вот так вот. В общем, вы нашли свой баланс между качеством, ресурсами и… чтобы выживать и конкурировать. Чтобы выживать и конкурировать, в общем, нашли, да. Но ситуация у нас постоянно меняется, поэтому у нас очень интересная жизнь, мы все время ищем баланс, мы все время ходим по краю. Хорошо, спасибо. Еще вопросы есть? Не вижу. Но если вопросов больше нет, то спасибо. Спасибо за внимание. Вопрос? Где вопрос? Я вам вопрос. Вопрос. Спасибо за доклад, на самом деле интересно послушать отвлеченные вещи, но не по докладу вопрос. Ты упоминал, что вы набираете тестировщиков прямо со школьной, почти со школьной скамьи, можно сказать. Да. Вопрос в текучке кадров и насколько, если в курсе, конечно, ребята находят свои ниши в дальнейшем, если увольняются или уходят куда-то развиваться дальше? Текучка, да, есть, разумеется. И в основном они уходят в тестирование и уже так, имеют такой опыт, не то чтобы экстремальный, но такой бодрящий. Соответственно, почти все, кто ушел, даже, я думаю, все, они уходят либо в тестирование, либо в аналитики такие технические. То есть сложные погодные условия в вашей компании все-таки дают хороший импульс. Да, дают, однозначно. Причем у нас довольно многие возвращаются потом, тем не менее, несмотря на что. Чего-то явно не хватает, адреналина, наверное. Да, 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 есть примеры. Спасибо. К вопросу об отвлеченности, я на самом деле, так как я первый раз выступаю на большой конференции, и в общем, может быть, не совсем правильно построил доклад, но в следующий раз. Время для доклада закончилось. Спасибо еще раз за доклад, спасибо за вопросы. Если у кого-то еще есть вопросы, подходите, я думаю, вам ответят. Спасибо.